привет у нас ночные посиделки мы делимся своими впечатлениями за день муж рассказывает какие у него были пассажиры ну работал целый день 10 часов сколько денежек заработал он все рассказывает мы все рассказываем вот вы знаете это как 10 часов заработал что есть то есть поездок и 260 долларов 259 что ли там потом думаю ну надо же еще догнать надо сумму догнать до 300 я поставил себе цель 300 долларов в день тогда я смогу оплачивать все свои расходы билы и прочие дела все каждый день в течение трех недель мне надо 300 долларов в день ну вот я думаю но я периодически я включаю два это один убор и второе у меня лифт если ко мне на лифте или на уборе приходит поездка которая стоит меньше десяти долларов я ее не беру я ее в игнор ставлю я ее нет даже не откликаюсь на ней все что больше десяти больше 15 или 20 я всегда откликаюсь ну я нажал кнопку уборы лифт не опекула на лифте поездка на 18 долларов хорошо выключил убор на это время поехал забрал клиента отвез смотрю я отъезжаю от дома еще дальше на север по 95 дороге ближе к нью-йорку а ты уже устал до высадил клиента он мне сказал спасибо ночью их конечно не дал я стал на паркинге я его завез какую-то отель-мотель я так понимаю что он в одном мотеле работал я его возле мотеля забрал и в другой мотель завез он наверное одну смену там работает другую смену другом мотеле работает ну и шо дальше ну включился и жду что делать надо еще 22 доллара а тут не пикает 1 46 на лифте и я смотрю рядово отсюда воехать 7 минут забрать клиента а потом ехать с ним 50 милей и в сторону мэри лэнда короче я его посадил он сел машину его медсестра привела и сказала что это джейсон он горит напичкан таблетками ему может быть плохо у него из пакетик если вдруг его будет рвать пакетик боже я не успел отъехать начал выруливать по паркинку как не на дорогу выехать звонок не от этого хоспиталя джейсон оставил ключи вы можете вернуться а я прыжал мимо этой дороге где его забирал и стоит эта тетка которая его сажала ко мне машину он ключи оставил на ему ключи передать я модуль ключи он все положил пакет все а сколько ему лет света я не могу даже сказать но молодой может 30 35 молодой напичканный таблетками ну как бы так не айс света я не знаю нас от чего у него было направление на реабилитацию но скорее всего это может быть либо наркотики либо алкоголь не на этой почве возможно попытки суисай с улицом ой мама дорогая кончение жизнью таких сайт сначала до сначала таких садят в судят тюрьму лишая всех этих благ как а что он подлечивают немного потом госпиталь еще лежат госпитале а сейчас его уже на реабилитацию у него спросил насколько едешь не он сказал 28 дней спросил кто это будет за это платить смысле ну четыре недели у него курс реабилитации подожди еще раз а его посадила к тебе в машину медсестра и сказали из госпиталя до ты его вез куда из одного госпиталя в другой реабилитационный центр ага я поняла я думала домой а причем здесь ключи ну это ключи его на которые связка включились от всего от его дома от его машинка он просто забыл просто и забыл ты вез другой госпиталь его да я его привез в реабилитационный центр и что ну там собирают таких всех держит их по месяцу там четыре недели 28 дней он сказал когда я у него задал вопрос кто за это будет платить он мне ничего не ответил может быть не раз слышал но я так понимаю что он был либо наркотиками увлекался его это самое отправляют на это лечение обычно это делается за счет государства тоже не первый у меня такой клиент которого я вожу в такие реабилитационные центры один раз возил из был тимора куда-то далеко куда-то за воллдорф еще там где машины покупали нашу но здание было точно такого же типа я смотрю вроде бы здесь был оказывается это в другом месте точно а что это здание собой представляет там забор что-то нас это все забором отнесено building main enter а там все забором обнесено ну чтоб они не сбежали ну это же лава ты кашляешь я тебе дала таблетки я не прием не принималась забыл но обещался обещался блин курить бросай не что в горле захотеть пивком что но я постеснялся спросить от чего у него реабилитации ну сказал 28 дней все потом мне бы по дороге где-то остановиться на сигарет купить я смотрю он так кашляет и у него аж выворачивает сюда как ты да еще больше вам боже каждый 5 секунд и он пакет вот так держит над мордой и туда все это самое плевать и все то что но я и я только мне влюблене не оплю машину для мнения все собака не пишу сигарет купить ну да теперь тебе на два раза поссать осталось они сигареты купить какой кошмар молодой парень да да сколько лет ну лет тридцать может тридцать пять так на взгляд жены и что ну что я его высадил за работ дверь он начал стучать никто не открывает он пошел вокруг и там нашел себе другой вкус меня машина привезла к этой двери димой на интертом он наверно ночью закрыта уже все где может открыто это дверь то есть там забор и оттуда не выберешься да ну света если захочешь сбежать то конечно через забор металлический перелезешь а там сетки нет такой нет сетки нет никакой не решеток обычный металлический забор и все с пиками такими наверху на него можно стать ногами перевести ногу сбросить и спрыгнуть вниз ну это если у тебя хорошая координация но если ты под лекарствами тут хер туда залезешь хер туда слезешь и тогда многих таких возил да ну это уже третий раз наверное было за все время один раз давно уже возил такого же чудака он не рассказывал там вообще было копея он жил с какой-то гилл френдой у этой гилл френды был муж бывший муж они детей не могли поделить она его прорезала и и посадили это самое и его привлекли за это же дело что не якобы вместе это сделали и его посадили в это делается ее в каталажку его в каталажку началось расследование ее потом в тюрьму они были под наркотой и его под это самое под эту марку его на реабилитационное лечение еще тоже на 29 на месяц это он тебе рассказывал машине до машине рассказывал что его гилл френд убила своего бывшего мужа о боже мой и потом и его посадили тоже до ее посадили а его а его отправили на принудительное лечение от алка от наркотиков потому что они были под наркотой когда они двое да да они были двое но отпечатки пальцев были на пистолете и и когда пистолет руках не держал это он тебе рассказал и он мне попросил остановиться на заправочные станции перед подъездом чтобы купить сигарет себе бедный достал кредитную карточку у него там всего 15 долларов на кредитной карточке она может у вас только 15 долларов ну дай мне две пачки сигарет все дай мне она ему дала две пачки сигарет он пошел в тюрьму в этот этот реабилитационный центр с двумя пачками сигарет все больше денег нет там сигареты не выдают какой кошмар тоже молодой но расскажи цвет я уже не помню на молодой был до афроамериканец белый белый до белый и сказал ел фронт у него белая а сегодня кто был цвета я не я не видел темно это темно было десять часов вечера по моему это был черный а может нет джейсон его звали но вроде бы светлый ну то есть не зависит от как бы цвета кожи до трасса трасса не зависит ой боже мой короче вот такая у меня эпопея была я только ехал и боялся шипом не не обрыхал все сиденья я бы вся кулек есть ну да 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 я все аккуратно я все аккуратно я высадил на дверь открыть не могу руки не держит им открыл дверь посмотрел все чистенько ну слава богу перекрестился уехал этого скорее и уже не включался я нажал кнопку я в анаполисе не тут по самой короткой дороге ехать 25 минут я думаю хватит на сегодня 300 долларов вот такой вот пассажиры и как бы достаточно бывает это мне хорошо по деньгам хватило а до этого байс тут какой-то попался из балтимора куда-то его вез там там поездка на 20 долларов то ли 20 долларов сидит машине а ты как и куришь его ну да я курю я тоже курю давайте в машине покрываю я машине сколько лет уже 18 вы же 17 с ну такой знаешь похоже был немножко либо под кайфом либо под курины трошки души его посадила какая-то девка такой свисток я уредим туда-то туда-то рыдаем туда-туда давай покурим его внесла в машине никто не курю потому что клиенты будут потом возмущаться что в машине но не воняет я не буду возмущаться только танит и следующий клиент ну да ладно все отчетах медленно едешь значит так медленно виду ты видишь ты ты на дорогу смотришь говорю ты видишь что спит лимит 25 мили нет не смотрю а можешь ехать побыстрее когда поедем на хайвэ я тогда поеду побыстрее боже такие нервы надо иметь ну это ж пиздобол да знаешь сидит ну я тебе просто крыша у него едет давно хочется домой скорее может у него там было может меня в кармане лежал это добавка что он хотел сосуды и хотел у меня покурить машине ну и подожди 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 что стоп ну камера глючит бы нужно память память постарайтесь постирать нужно ну и что ну ты довез его нет ну он меня спрашивал можно ли покурить машине сказал нет потом вы это можешь ехать побыстрее я говорю да конечно побыстрее буду ехать тогда когда вы еду на хайвэй ну я добавил пацан тебя строить решил не все вышел даже спасибо не сказал понял что баструга который будет опуху и прибор тем более заказ был от какого-то женского имени эта девка стояла до возле паркинга и сказала вот он поедет то есть он даже для меня никто но только хотел покурить у меня в машине и хотел вообще много хотелок было да и чтоб я быстрее его вез когда ему сказали термин по спид лимиту наверно у него в карманчике было это самая травочка завернутая он ее хотел скорее покурить поэтому просил меня скорее ехать вообще когда ему отказал то что чей в их он тебе не дал на кто там даже никто девочка какая-то заказывала на него это самую эту поездку ну так вот бывает все таки пассажиры как бы а вчера у меня было я заехал куда-то далеко в гость вирджини город называется хайгерстаун за 80 долларов завестят высадил думаю надо же как-то домой ехать включил это это у меня бах 25 долларов назад в фридерик это уже в мариланд приехал в мариланд высадил опять включил это это бах еще 25 долларов и уже в роквилл и что я думаю класс поехали в роквилл приехал в роквилл выключился смотрю сколько мне не хватает это 300 долларов а мне надо было 320 сделать не хватает там еще бак пик еще из роквиля в этот н арундал молот в гостиницу волом не на телефоне камень переполнена память мне нужно почистить скажи быстрее все я его завел в гостиницу получил свои деньги получилось и там за счет тулов у я выровнялся все у меня получилось что я вчера заработал 428 долларов 320 ясно просто у меня так что я здесь делаю на ночь гляне как всегда час ночь бутерброды ложу бутерброды себе он уже есть мерзкая привычка он начинает кашлять вот над едой я ему сделал замечание уже не первый раз меня это бесит честно говорю теперь значит я вот эти вот огурцы покупала новое но свежие как буду из магазина так сказать банка была открыта я сейчас завела все это кипятком чтобы продезинфицировать добавила чеснок и специи не знаю что из этого получится здесь у меня на салат здесь у меня полный бардак это у меня мазь от аллергии очень меня любят комары здесь у меня бушкины таблетки вот это я еще не вылила может картошечку добавлю я не знаю даже что я буду кушать здесь у меня на ряду как овощи мы смытые на салат посудомойку разгрузила и здесь уже новая порция посуды сюда загружается так что дальше а что у нас дальше покурить расслабиться немножко выпить пару капель вина и новости по сша дело в том что машина сша подорожает вот когда я мужу говорила купи новую машину продай старую он не послушался оказывается что российские хакеры взломали дилерские компании по продаже автомобилей автомобили подорожают представляете и выпустили из тюрьмы ассанжо он согласен сотрудничать с властями сша вот как то так сейчас буду отдыхать приятного просмотра ну и как всегда пусть у вас все будет хорошо и да замечательно увидимся подписывайтесь не жалейте лайки